Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то я сегодня с вами опять дождался того момента, когда я могу с вами видеться, разговаривать и общаться. Для меня одно удовольствие с вами общаться, вот даже в чате мы тут пока уже сидели, пообщались немножко. Итак, сегодня у нас будет интересный такой с вами тренинг, посвящен, как я в прошлый раз и обещал, мастерству общения. Итак, секрет актерского мастерства. Я, конечно, не актер, как бы, да? Но посмотреть могу, как говорят, да? Да, спасибо. У меня сегодня у супруги день рождения, поэтому мы сегодня здесь и Паши, мы бегаем, у нас в квартире полный разрыв, половине квартиры, полной квартиры, ремонт уже сделано, а половине квартиры только еще подготавливаются к этому. И поэтому мы тут, конечно, бегаем, скачиваем, а сегодня еще привезли нам стройматериалов, а неделю назад еще настолько же привозили, а еще две недели назад еще настолько же, поэтому у меня уже скоро спина отвалит на этот скат. Да, у Люды день рождения сегодня, вот, и поэтому я ее сегодня поздравил утром, сказал, что подарка не будет, но подарок был оказался, вот, подарок такой конкретный. Она его видела недавно в магазинчике, стоимостью в 17 тысяч рублей, у нее аж слезы потекли, говорит, не, не купим. Ну, я говорю, не, конечно, не купим, ты без подарка останешься. И вот она до сих пор, до сегодняшнего утра верила, что у нее ремонт в подарке. А когда увидела сережки, которые ей подарил, а разревелась, конечно, лежа на кровати, ну, не важно. Это было классно, это было здорово. Итак, ребята, начинаем сегодня вот то самое, ради чего мы сегодня собрались. Для того, чтобы нас услышали, необходимо, чтобы на нас остановили свое внимание. Правильно, ребята? Если, когда вы подходите к человеку и не можете в течение 20 секунд привлечь его внимание к себе, остановить его взгляд на себе, то считайте, вы его потеряли. Если вы это делаете, как бы, да, просто мимолетом, если вы человека не знаете еще. Поэтому для того, чтобы оставить какое-то впечатление, оставить взгляд человека, необходимо его каким-то образом шокировать. Ну, вот мы грубо говорим, шокировать, но для того, чтобы его шокировать, нужно что-то ему преподнести. Итак, первое, что необходимо для того, чтобы начать человека привлекать к себе от вас, необходимо и первое, самое главное, у вас должно быть желание этого общения. Потому что если у вас нет желания общения, то всякое общение для вас будет каторгой. И когда вы начнете общаться с человеком, приглашая его куда-то, ну, разговаривая с ним о чем-либо, даже просто о бизнесе нашем, первое, что человек увидит в ваших глазах, то, что вы не хотите с ним общаться, вообще не хотите общаться. Он это прочитает в ваши глаза, и у него, может быть, он не скажет, но у него останется скрытое подозрение о том, что вы делаете это из-под палки. А никто не хочет, чтобы с ним общались из-под палки. Я, например, всегда хотел бы, чтобы со мной общались с удовольствием. Если со мной общаются из-под палки, я просто покидаю разговор и исчезаю. Почему должно быть желание общаться? Потому что при общении, только при желании общения с человеком, тогда от вас будут исходить вот эти флюиды, вот эта вот энергетика, которая будет доходить до этого человека, теплота, тепло вашего тела, тепло вашей энергии. А действительно человек излучает энергию. Все это давно уже знают, это известно. И вот это тепло, вот эта энергия, она будет доходить до этого человека. И тогда он остановится и поймет, что вы ему не безразличны, что вы ему интересны. А ведь самый лучший друг, это когда ты понимаешь, что ты кому-то интересен. И кто-то тебе интересен. Вот это самое близкое взаимопонимание возникает, когда возникают взаимные флюиды. Итак, желание общения, это очень важно. Поэтому, что необходимо для того, чтобы вы начинали общаться? Вы должны для себя четко понимать, хотите вы сегодня общаться или нет. И если вы не хотите сегодня общаться, если у вас нет сегодня настроения общаться, то лучше даже не начинать, потому что общение не получится. Нет настроения. Но это я могу вам сказать сейчас, на момент, пока вы еще не очень далеко зашли по степени возможности своего организма. Я, например, могу сказать, что у меня бывают моменты, когда у меня нет желания общаться ни с кем. Но я уже опытный прошел через, да, я сам себе создаю, правильно, Лили, сам создаю настроение, музыкой, видео, я не знаю, разговорами, мечтами, медитацией, чем угодно. Я сам себе создаю настроение и желание общаться. Или же просто делаю следующее, вот так вот, натягиваю на себя улыбку, внутри себя вот так все, кулак свожу и говорю, нет, мне надо, этот человек мне нужен. Хотя, конечно, мне вот прямо вот обрыдло. Как мой спонсор как-то один раз сказал, мне это все так обрыдло, эти продажи. Он, кажется, очень много занимался продажами, мне так это все обрыдло. Я запомнил это выражение, обрыдло. Ну, бывает, это бывает иногда, когда мы все становимся не альфа, да, мы все становимся бетами. Ну, это бывает крайне редко, но бывает. А ваша цель сейчас научиться, как в себе это возбуждать. И первое, первое, начните с первого, желание общения. Если у вас есть желание общения, значит мы продолжаем дальше. Если у вас нет желания общения, вам надо что-то сделать для того, чтобы это желание появилось. Что человеку необходимо для того, чтобы быть мастером, чтобы его увидели? Необходимо помимо желания общаться, нужно еще быть в нужном месте, в нужное время. Очень важно. Когда вы находитесь в нужном месте, в нужное время, тогда все состыковывается. Вот посмотрите, что происходит. Вы идете по улице, вам на встречу ждет человек, а вы хотите его пригласить. Вы его останавливаете и говорите ему какие-то фразы. Знаете, я бы хотел вас пригласить куда-то там. Он говорит, слушай, подожди, отстань, я тороплюсь, у меня жена в больнице. Мне надо срочно. Естественно, получается, не нужное время, не в нужном месте. Согласны со мной? Но, а с другой стороны, вы ему говорите, слушай, а в какой больнице она лежит? Может быть, я с чем-то смогу помочь? Я врач. Ну, я сейчас интерпретирую на себя. Итак, человек заинтересовывается. Говорит, да? А что так? А чем? А что случилось с женой? Вы знаете, она вот так вот, у нее вот это, вот это. Вы знаете, у меня есть знакомый, который там работает. Я могу вам... Даже вот это ненужное место, ненужное время может сыграть вам на руку. То есть, опять, нужное место и нужное время можно сделать самому. Ну, это я сейчас просто пример привел. Совершенно я его не придумывал. Это и жизни примеры, да? Итак, очень важно, чтобы человек был готов вас услышать в этот момент. Поэтому, что нужно спросить у человека, которого вы хотели бы? А у тебя сейчас есть желание услышать вещь, которая может изменить твою жизнь? Если он говорит, нету, тогда нету. До свидания. Сегодня не твой день. Возможно, мы когда-то еще с тобой встретимся. Может быть, этот шанс тебе еще вернется. Но не сегодня, не сейчас. К сожалению, для тебя. Всегда прощайтесь с человеком. Вы, в первую очередь. Не он вас должен бросить. Это знаете, как барышня с мальчиком встречается, и вот они судят, кто кого бросит. Он бросил меня, этот скотина бросил меня по СМС-ке. Он даже не потратил ни копейки денег для того, чтобы пригласить меня в кафе и сказать, мы с тобой расходимся. По СМС-ке он... Не важно. Вы должны быть ведущим в вашем разговоре. Вы должны быть артистом, на которого пришел зритель. Вы должны быть артистом одного актера. В театре одного актера. Это вы. Вы самый главный здесь находитесь. Поэтому нужное место, нужное время тоже понять относительно, но обязательно нужно человека выяснить, в каком месте он сейчас находится. Сейчас он готов услышать для себя изменения или не готов. Итак, хорошо, мы оказались в нужном месте в нужное время. Что нам нужно не для того, чтобы человек на нас обратил внимание, помимо желания общаться? Нам, ему очень важно, кто вы. Понимаете, очень важно. Вы должны... Это и есть, кстати, секреты мастерства актерского. Ведь человек, на который вы ходите, это и есть огромный харизматик. Великие актеры все сильнейшей харизматики. Такие, например... Ну, давайте посмотрим любого актера. Возьмем Чурикову. Анну Чурикову. Да? Великая актриса. Но она интересна в своем амплуа. Она вот если... Вроде бы страшненькая, да? Вроде бы ничего красивого там нет. Но она великая. Потому что она может играть. Она может... Она своей внутренней уверенностью, своей роли, которую она играет, она нас завораживает. Давайте возьмем любого актера. Да, она действительно просто... Я не... Восхищаюсь ей как первой ее роли, Жанны Д'Арк, так и последней ее роли, когда ей уже под 80 лет, она играет блестяще. Да? Давайте возьмем любого актера. Любого гениального актера. Любого такого, на которого мы ходим. Ну, я не знаю, там, Миронов, да? Андрей Миронов. Великий актер. Или я не знаю, там, Валентин Гафт. Кстати, к сожалению, с возрастом человек, конечно, становится немножко другой. Но актер-то Великий Калягин. Великий актер. И Табаков. Да, я его не люблю как человека, но как актер он действительно великий. Это разные вещи, да? Да, он великий актер. Ничего не сказать. Немножко для меня слащавый. Иногда. Но он актер. Он не у амплуа, понимаете? У него такого человека. Папанов. Великий актер. Да их вы, Господи, миллион. Почему мы ходим на это? Почему для нас они велики? Потому что в них есть уверенность. Итак, ребята. Да. Ребята, смотрите. Желание есть. Место есть. Для того, чтобы вас услышали, вам следующее необходимо. Внутренняя ваша уверенность. В том, что вы делаете правильно. В том, что вы несете добро. В том, что вы идете к человеку с добром, несете ему возможность изменить его жизнь. Вы несете ему какое-то новое, новшество что-то. Вы даете ему шанс. Вы несете ему новый шанс в жизни. Итак, внутренняя уверенность. Как она достигается? К сожалению, она достигается только одним. Постоянными тренировками, опытом и верой. Вы должны поверить. Вы должны поверить в то, что вы делаете. Если вы не верите, человек с вами не общается. Потому что он понимает, что вы сами не верите. У меня некоторые приходят, а вот возьмите, давайте мы вам вот это дадим. Вот это вот купите у нас. Я говорю, а вы сами это покупаете. Многие люди начинают врать. Да, конечно. А в глазах я читаю что-то. Я такого говно в жизни никогда не возьму. Поэтому мы в глазах это все читаем. Это все приходит к нам подспудно, в шестом чувстве. Сразу видно, да, по глазам видно. Человек обманывает или нет. Итак, как выработать себе внутреннюю уверенность? Первое. Необходимо просто сказать себе. Я делаю правильно. Надо быть слегка сумасшедшим. Нужно быть обязательно фанатиком. Когда я уже это говорил, может быть кто не слышал. Наша дочь сказала нам через несколько лет, после того, как мы начали заниматься Арифлеймом, супруга. Да вы с ума сошлись со своим Арифлеймом? Вот это и была та самая наша внутренняя уверенность. Мы обрадовались так. Наконец-то она оценила. Понимаете, это было не... Нас не побронили, нас похвалили. Я считаю, что похвалили. Когда человек сходит с ума, в хорошем смысле слова, он является в хорошем смысле слова фанатиком своего дела. Не фанатом каким-то религиозным, а фанатиком того, ну как... Ну, плохое слово фанатик, давайте... Он является тем, что двигает свое дело, он его любит. Он является проводником своего дела. Это важно. Вот тогда возникает уверенность. Я понимаю, что внутренней уверенности не бывает, пока у тебя нет результата. Да, приверженцам, правильно, спасибо. Нет, потому что когда я только начинал этот бизнес, и мне мой вышестоящий спонсор говорил, Валентин, нужно мыслить категориями успешного человека, у тебя должна появиться внутренняя уверенность. Я ему говорил, я не могу мыслить категориями успешного человека, мне на хлеб не хватает денег. Когда он мне сказал, что если ты не начнешь мыслить категориями успешного человека, когда у тебя не появится пока внутренняя уверенность того, что ты делаешь, у тебя и денег не будет никогда. Поверьте, ребята, это так. Пока в вас не появится внутренняя уверенность того, что вы делаете это правильно что вы это делаете обязательно классно шикарно и что вы это делаете с огромным удовольствием никто вам никогда не поверит да давайте идти дальше и так с внутренней уверенности понятно для того чтобы ее выработать необходимы ежедневная ежеминутная же частность самомотивации и мотивации извне для этого существуют ваши спонсоры для этого существуют вышестоящие лидеры топ лидер для это существует интернет для меня сейчас например я всегда это делаю постоянно я в день обязательно просматриваю какой-то новый ролик где-то в youtube и обязательно ищу что-нибудь мотивирующие новые то что я не смотрел иногда старые просматривают а поэтому ребята вы должны это делать обязательно если это делать не будете через месяц через да вы потухнете вы потухните просто вам не хватит внутренней кнопки она будет постоянно находиться знаете внутренней кнопки есть пружина которая отключает эту кнопку и пока вы не будете постоянно держать эту кнопку включена это пружина будет отбрасывать ее назад это как знаете обратная обратная пружина вот держишь работает отпускаешь она вот выскакивает ваше выключение будет поэтому нужно эту пружину держать и так что нам дальше надо сделать внутреннюю уверенность это конечно классно откуда она возникает что нам надо для того чтобы привлечь человека я думаю что вы проходили все тренинги по имиджу но внешний вид это очень важно это очень важно первое впечатление зависит от того как вы представите человек да обязательно вы должны быть одеты так либо это будет классный всегда знаете имейте хороший костюм тот костюм в котором вам не стыдно выйти я могу сказать вам когда начинал морган знаменитый мультимиллиардер американский у него в гардеробе был один костюм но он стоил очень дорого он купил у него больше ничего не было нет денег то не было все он только начинал этот бизнес когда он только начинал с моторами знаменитые морганские моторы вот и а он сам делал он никого не мог нанять потому что не хватало просто денег они вкладывались бизнес но у него был классный костюм который он использовал когда встречался с нужными партнерами по бизнесу этот костюм давал представление об этом человеке другим людям то что он успешный поэтому у вас должен быть обязательно костюм на тысячу долларов вот такой у вас гардероб должен в гардеробе должен быть хотя бы один да это вложение в себя хотя бы один но на тысячу долларов чтобы это было шикарно чтобы это было великолепно что вам было вы знаете я сам лично могу сказать свои собственные ощущения да можно и три если есть возможности но один точно должен быть я могу сказать свои ощущения когда я одеваю костюм стоимостью в 1000 долларов я себя чувствую совсем по-другому чем когда я одеваю костюм стоимостью в 50 долларов у меня есть такой и такой я чувствую совершенно по-другому себя мне стыдно за себя я не могу правильный грамотный мне нет уверенности в том что я делаю а уверенность нам важно конечно поэтому первое впечатление это часть личного бренда вы должны использовать ее обязательном порядке внешний вид вы смотрите да к чему мы пришли уверенность желание общаться а внешний вид дальше что необходимо как нам привлечь людей мимика это очень важно обязательно 10 минут в день перед зеркалом играйте различные эмоции от ужаса до гнева до радости до любви до томления до грусти играйте перед собой когда вы начнете играть попробуйте записать это на видео вы поймете что это просто потрясающе запритесь в комнате я обещал вам рассказать я сам так делаю я точно такие же актерское мастерство также изучаю как вам что и говорю ребята запритесь в комнате включите свет поставьте на штатив видеокамеры и начните играть перед собой начните танцевать попробуйте станцевать никому не показывайте сами посмотрите вы получите такое невероятное ощущение а если вы начнете вводить презентации или же просто разговаривать с воображаемым а консультантом будущем или покупателем или клиентом или партнером смотрите что произойдет с вами вы начнете говорить совсем по-другому я понимаю что когда откроется дверь выключится камера и перед вами будет стоять 20 человек у вас про я появится страх но он не появится если вы перед этим сто раз перед зеркалом это сделаете он не так появится он не не скует все ваши чресла и вы не сможете вот только говорить он вот все так вот нет будет более раскованно а вот когда вы не потренировались и вышли на публику тогда вы не сумеете говорить да я просто видел презентации людей кстати в нашей комнате бывало я понимаю что люди учатся это нормально мимика лицо должно быть живым улыбка или же любое выражение чувства то есть когда вы говорите вы проживаетесь вот посмотрите я сейчас это и делаю я у меня брови ходуном ходу да видите да я улыбаюсь у меня какие-то глаза расширяются уменьшаются я головой кручу верчу я пытаюсь приблизиться отдалиться это все техники мимических выражений чтобы привлечь человека как мы при как нас артисты привлекают иногда роман карцев помните когда он говорит фразу мне роза сказала что мы пересаливаем лицом пересаливаем лицом надо пересаливать обязательно да важно да или правильно молодец отличным на проблему даже когда мы разговариваем по телефону посмотрите когда вы разговариваете не без улыбки по телефону здравствуйте как городской как воздавать вы хотели бы до вы не хотели бы нет или когда besser украсать как вонзывать вы хотели изменяется интонацию человека тоже самое говорить она говорить от улыбкой И уже интонация меняется, и человек хочет с вами общаться. Итак, мимик очень важна для вербального общения. Мы мимикой высказываем, подчеркиваем какие-то вещи. Мы говорим о том, что мы этим пользуемся, и мы получаем удовольствие. Ребята, класс, удовольствие. Человек понимает, что мы этим пользуемся. Я постоянно что-нибудь продаю, ребят, да? Но я продаю в основном идею. Но вот недавно у меня делали потолки, ребята, не покажу сейчас, потом как-нибудь сниму видео, покажу. Потолки, которые, ну мало кто делает такие потолки. Натяжные потолки мы сделали бирюзового цвета на кухне. Я потом покажу. Ребята, они говорят, ну первый раз делаем, может сотни квартир сделали, все люди боятся. Белые делают. Мы, говорят, зашли в туалет кому-то, а там белый кафель. Наверху, внизу, везде, везде полы тоже белые. Мы спрашивали, какого цвета потолок будете делать? Какого? Белого, наверное. Он еле-еле, говорит, я два часа уговаривал, чтобы они другого сделали, ну чтобы появилось что-то. А в ванне и в туалете у меня черный, глянцевый. И когда заходишь в ванну или в туалет, ощущение, что ты находишься в колодце. Смотришь наверх, ощущение колодца. Невероятное увеличение объема. Но это не важно. Так вот, мы с ним разговариваем, ну и я, естественно, общаюсь, потому что если я не буду общаться, я никогда никого не приглашу. Кстати, человека зарегистрировал я. Он у меня потолки, а я его зарегистрировал. Он говорит, да у меня перхоть. Я говорю, да вот я моюсь, вытащил из ванны, провел шампунь, показал. Я говорю, я врач, ну мы разговариваем. Он помогает, я говорю, конечно, помогает. Через месяц от перхоти ничего не останется. Ничего специального не надо. И так, он через два дня приехал, шампунь у меня купил. Каталог я ему отдал. Понравился шампунь, позвонил, стал заказы делать. Я его зарегистрировал. Пошел в Сбербанк. Мне нужно было в Сбербанке кое-что там сделать. Пошел, зашел к барышне, пообщался с ней. Такая классная барышня оказалась. И я с ней пообщался, а у нее голова болит. Там у меня таблетка баралгина с собой. Я ей даю таблетку баралгина, сейчас пройдет. И мы пока общаемся, и через 20 минут проходит голова. И она такая довольна. Никто на нее внимания никогда не обращался. Так вот только работа и работа. А тут человек с ней общается. Я ее показал видео, тихаря. И в общем, я с ней пообщаюсь полчаса, и я ее зарегистрировал 100 баллов в заказ. Итак, мимика важна. Что еще нам необходимо для того, чтобы привлечь? Нам необходимы жесты. Я сейчас говорил про мимику жесты. Жесты очень важны, ребята. Этими жестами мы программируем людей. Это не плохая программация. Программация, ведь без слова программировать нельзя. Мы несем программу словом. Слава Богу не Божьим. Представляете, какое у меня сейчас выражение было? Слава Богу не Божьим. Мы вот это слово «слава Богу» произносим налево-направо. Но, видимо, это в нас просто вбили уже. Мне 51 год все-таки. Мне вбили это слово с детства. Но оно как бы ничего за собой не несло. Просто как выражение, которое уже в голове сидит. Поэтому, конечно, надо от этого уходить. Но мы несем другое слово. Мы несем правду людям. Мы несем людям возможности. Мы несем людям жизнь лучше, общение. И мы через это... Да, постановка жестов очень важна. Она усиливает те слова, которые вы говорите. Усиливает. Это очень важно. Посмотрите, да, вот эти вот жесты, которые перед вами сейчас на картинке находятся. Это жест открытости. Мы таким образом даем человеку понять, что мы готовы присоединиться к этому человеку во всех его начинаниях. Готовы помочь. Мы протягиваем ему руки. Нельзя есть слово такое, протягиваем руки. Не ноги, не путайте. Ноги протягиваем по другим способам. Протягиваем руки к человеку. Руку помощи. Это оценивают люди. Это очень важно. Если сидеть как кукла деревянная, то и люди могут не услышать тебя. Потому что три вида существуют людей. Вы же знаете, те, которые слушают глазами. Те, которые слушают ушами. Те, которые слушают... Осязанием. Есть такие тоже сенсорики. Им важно осязание. Им важны запахи. Им это очень важно. Они будут слушать, когда вы покажете им туалетную воду. Когда вы помажете их. Они почувствуют ощущение. Вот эти вот вещи, да. Итак, жесты. Какие жесты мы используем? Ну, вы откроете любой учебник. Самое главное, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И найдете там жесты. Вербальное общение, невербальное общение. Посмотрите, пожалуйста, книги жестов. Как они привлекают человека. Но это обязательно. Жесты это очень важно. Они подчеркивают нашу силу. Они усиливают наши слова. Дальше. Одно из самых важных. Если не считать, наверное, для меня это более важно. Я использую все возможности. Но это использую в первую очередь. Да. Голос интонации. Постарайтесь развить свой голос. Да. Вот мы достаем таким образом соседей. Итак, у меня внизу с соседями сейчас дырку продолбали внизу, в другом, на восьмой этаж кухни. Там меняли канализационный сток. И дырка осталась. А соседи у нас такие громкогласные. Они не ругаются. Они так разговаривают. Поэтому я когда нахожусь в комнате, у меня уши вянут просто от этого шуба, который на меня вываливается. Итак. Голос. Очень важен голос. Как нам понять, каким голосом мы должны общаться с человеком? Мы должны с человеком пообщаться хотя бы одну минуту. Послушать, как он говорит. Каким голосом он с вами говорит? Если он говорит с вами низким, медленным, бархатным голосом, то нам тоже нужно пойти на это, говорить с ним на его уровень. Низким, медленным, бархатным. Тогда он тебя поймет. Если человек говорит быстрым голосом, и таким вот фальцетом, как я, например, разговариваю. Говорю, балбушка. Нужно с ним разговаривать очень быстро, говорить ему информацию быстро, чуть-чуть поднять интонацию голоса. И поэтому таким образом можем его привлечь к себе. Если человек разговаривает с нормальным обычным голосом, выделяя приоритеты. Например, он говорит, здравствуйте. Я бы хотел сегодня пообщаться с вами на эту тему. Ну вот вы знаете, мне позвони и сказали, что. И вот он начинает какие-то выставлять голосовые, интонационные приоритеты. Мы должны понять, почему это происходит. И разговаривать с ним тоже там, тоже самое. Это называется зеркалить. Мы просто зеркалим с человеком. Интонации очень важны. Когда вы хотите человек, чтобы вас услышал, например, вы говорите, вы видите, человек засыпает. Измените интонацию в голосе. Обязательно. Или же что-нибудь сделаете такое. Вот вы разговариваете с человеком, говорите презентацию. И вы чувствуете, что. Вот, например, когда Лиля проводит тренинги, я вам скажу честно. У нас же разные виды, у всех людей разные скорости мышления, разные уровни. Вот когда Лиля проводит тренинги, особенно когда это было у нас в офисе, я через 20 минут засыпаю. Я не могу. На меня ее голос действует как снотворное. Когда я провожу тренинги, Лиля тоже самое зевает. У нас невидимо разные интонационные голосовые категории. Поэтому подстраивайте. Конечно, можно подстраиваться, но когда я под Лилю обычно никогда не подстраивался, потому что Лиля лидер, что под нее подстраиваться, у нас и так куча народа было, я обычно подстраиваюсь под другими. Поэтому Лиля у нас все время... Мне не все нормально. То же самое, я когда она долго проводит тренинг, я тоже сижу и зеваю. Но это нормально, это классно, ребята, это все здорово. А вот когда мы с Лиля отдельно разговариваем, мы не зеваем, потому что мы подстраиваемся друг по другу. Итак, вам необходимо... Что сделать? Вам необходимо начать говорить самим собой. Подстраивать себя под голос, вставить перед диктофоном, перед видеокамерой. Это обычная тренировка. Ставьте перед собой такие цели. Например, сегодня вы разговариваете как звезды и воины. Сегодня в галактике на третьем этаже происходит внедрение какой-то расы. То есть, понимаете, вы должны... Или же разговаривать, как, например, разговаривают китайцы. Он тянет, он тянет, он тянет. Вы сегодня пришли ко мне. Я вам не до выживания у всего, ничего. И вот такие вот образы. Понимаете, о чем идет речь? Делайте тренировки. Подстраивайте свой голос. Предположим, я не знаю, что угодно найдите. Какое угодно. Например, под Володарского, который озвучивал фильмы. Помните, кто древний такой, как я? Помните, как Володарский озвучивал фильмы эти? А она... Сегодня-то сейчас, сегодня-то сейчас. Ты что, ты ко мне пришел? Я тебя не знаю. А ты что говоришь? И ты куда пошел? Ты иди сюда. Иди сюда. Вот так попробуйте поговорить. Или поговорить, как разговаривают начальники. Родитесь, я вам сказал. Здравствуйте. Что бы вы хотели сегодня услышать от меня? Как бы вы хотели сегодня развить свой бизнес? Вот таким образом. Или как с вами разговаривает нянька в детском садике. Здравствуйте, мои хорошенькие. Ой, какие сегодня вы красивенькие. А что это у вас сегодня такое? Ой, это Арифлэйн бизнес такой. Ой, вы знаете, это такой классный бизнес, что вы можете прямо, знаете, развиться в него прям не знаю как. То есть, опять, попробуйте. Это вам будет на пользу, ребята. Итак, с голосом мы тоже определили. Что еще необходимо? Очень важны в нашем бизнесе тактильные приемы. Я не мог ничего с собой поделать, пока Георгий Петрович меня не научил этому. Он говорит, обязательно. У нас в нашем бизнесе присутствуют доли эротизма и сексизма. Обязательно. И поэтому, когда вы разговариваете с женщиной, предположим, вы общаетесь с ней, вы, например, пытаетесь что-то рассказать и видите, что она еще не совсем... Что мы можем? Мы можем усилить. Мы можем включить туда эротики немножечко. Что мы делаем? Вот, смотрите, моя рука. А вот эта женщина, да, вы обязательно можете что-то... Милая моя, знаете, я бы очень хотел вам... Прикоснитесь. Прикоснитесь слегка. Да, обнимашки это прекрасно. Но это обнимашки действуют, когда вы уже друг друга хорошо знаете. А когда вы не знаете, что можно? По плечу похлопать, да? Если позволяет ситуация. Или же тихонечко, знаете, я обычно делаю так. Рассказываю презентацию и тихонечко пальцем могу до плеча дотронуться. Это вариант такого... Как это называется, забыл в НЛП. Когда ты притягиваешься друг к другу, да? Вариант прикладывания. То есть ты пытаешься приложиться, дотронуться. И человек понимает, что ты близок к нему. Ты готов. Это очень важные тактильные вещи, да? Обнимашки это вообще классно. У знакомых это развивает близость. Развивает близость контакта, развивает близость взаимопонимания. Когда человек обнимается со своим другом, он навряд ли будет ругаться с ним. Потому что с ним сейчас возникла кратковременная близость энергетическая. Мы поменялись энергетическим полем. И поэтому классная фраза, да? Мы в ответе за тех, кого приручили. Но таким вот образом, если мы с человеком в хороших отношениях обнимаемся, да? То мы, значит, меняемся своим полем энергии. И мы уже навряд ли с ним разосремся. Хотя всякое бывает, извините за выражение, всякое бывает в жизни. Итак, тактильные приемы очень важно использовать. К сожалению, в интернете их использовать нельзя. Но в личных общениях они очень важны. Это очень важно. Итак, самое главное, к чему я сейчас ввел, к тому, что все, что я вам сейчас сказал, является одним выражением. Это ваша харизма. Наработайте свою харизму. Сделайте свою харизму. Тогда вы будете уникальны. И за вами пойдут народ, миллионы. И тогда за вами пойдет толпа. Если вы сделаете все упражнения, про которые мы сегодня с вами говорили, то вот эта вся толпа может стать вашими консультантами. Да, харизма на слайде была классная. Но это была та самая харизма, которая запоминается. Итак, на сегодня я сказал все, что хотел сказать. Выплеск энергии адреналина был потрясающий. Ребята, делайте так, как я говорю. Потому что я через это прошел. Я думаю, что вам ваши спонсоры уже об этом говорили. Если вы не научитесь, не переборете свою внутреннюю, внутренний тормоз, который не позволяет вам быть открытым человеком, то за вами не пойдут миллионы. Поэтому что вам необходимо сделать? Вот то, что я вам сегодня сказал. Начните. Я понимаю, что вы все это не будете делать. Но если вы начнете это делать, то вы обязательно достигнете успеха в личном общении, в личном уровне. У вас внутри произойдет перестройка вашего организма. И даже когда вы будете идти по улице, у вас изменится внешний вид, и на вас будут люди обращать внимание. Все, ребята. Спасибо большое за внимание, за то, что вы сегодня все были здесь. Вы все классные, все молодцы. Продолжение следует...